Туалет Смотрите, давайте так Проблематика есть Какие у вас вопросы На какие-то я могу сказать Вот я сейчас вам дам ответ Мы сейчас это все рассмотрим и предоставим вам специальный ответ Что и когда Чтобы сейчас мы в такую длительную полемику не уходили И начинали обсуждать То есть конкретно вопрос-ответ Сможем, не сможем, когда, в какие сроки И что рассмотрим А что там будет после сегодняшнего совещения? А? Нет, давайте Давайте не протокол, давайте так Вот у вас есть вопросы, Дмитрий передаст мне вопросы Какие-то развернутые ответы Мы прямо через Через надежду Через надежду мы просто на каждый вопрос передадим официальный ответ Дмитрий Николаевич, а вы с этими 19 вопросами Ну я пока в дороге ехал Посмотрел Я посмотрел в общем Типа готов там ответить Как так сказали, вы только начинаете Да, да, я работаю вот третий месяц Вот проблематику и районные города Потому что вопросы вот эти из 19 почти все десятилетиями здесь Да, я прекрасно понимаю Я вот такую ремарку скажу, что Вот поездив по району я прекрасно вижу, что Вот после, да, объединения Что вот город еще город как-то, да, то есть Районы вообще забыли То есть, ну, у меня видение того, что у нас на сегодняшний день округа С этим надо смириться И для меня одинаково, что Переславль, что Глебовская, что Ивановская, что Нагорье, что Рязанс Хорошо, будет Все в одном статусе Давайте Хотя мы все Переславль и знаем улицу Свободы Завтра заезжает техника и начинаем делать Уже приятно Уже до входа Давайте, коллеги И первое, от Лохоя, районная, дорога регионального значения до Галаперова, Романки и до Воскресенского озера, а в Ивкино люди не живут, до Ивкино До Ивкино Что-то у нас сколько? 16, наверное, населенных пунктов, которые даже крупные просто, а сколько вот маленьких еще Смотрите, дорога вот областная, вот эта дорога, да, до Ивкино Вот там съезд только наш Я предлагаю сделать так, то есть Во-первых, мы с вами составим коллективный пункт на департамент дорожного хозяйства, да, то есть Да Или областной Областной Где покажем, что такое состояние дороги Что касается, там, вы указывали кредирование Да, с кредированием проблемы есть С департаментом дорожного транспортного хозяйства мы договорились о том, что, вернее, не договорились, а уже принято решение губернатором Нам в ноябре еще приходит дополнительная техника То есть приходит наш, наконец-то, у нас в МБУ будет свои греги То есть мы, соответственно, ну, уже грядирование, да, в районе, оно улучшится в том плане, что будет чистота грядирования больше Потому что на сегодняшний день техники просто не хватает Но грядирование, это как полумера Это как полумера, совершенно верно А чтобы дальше решать этот вопрос, я прекрасно понимаю, что здесь много населенных пунктов, да, и что здесь есть У нас, конечно, такие же дороги сейчас и в сторону Рязанцево поехать, там тоже Айниково, Борисово, да, то есть такая же ситуация и в сторону Нагорье, там, на Григорово, тоже с дорогами везде в районе оставляет желать лучшего На сегодняшний день, что я могу сказать конкретно, что касаемо грядирования, чистоту увеличим и совместно с вами давайте подготовим У вас есть инициативная группа, подготовим письмо, где укажем количество жителей, да, приложим фотографии качества этой дороги и будем выбивать ее уже в области А по поводу того, что, например, зимой у нас дорогу вообще не сыпит песком, потому что у нас считается дорога с какой-то категорией, которая не подлежит подцепанию зимой Вы знаете, что у нас такой гололед, что я даже не знаю, мы каждый раз выезжаем и думаем, а доедем мы до Переславля, а домой мы вернемся вот эти десять километров Да, они же пешком ходить не важно Потому что вот едешь из гололеда, нужно повернуть в гололедную, рвать и дальше поехать И думаешь, что это верно, что это всего не повезет У нас вообще не сыпит эту дорогу, если гололед, мы стараемся вообще... Хотя бы возвышенности горы, да, подъем Вот Юрина гора, вот эта, да, по осени, по весне, вот гора Там она нет, да? Она даже по весне, когда снят, то вот эти легковые машины боком съезжают просто оттуда Я сама там, там трактор, тащил трактором, я остановилась, пережалась изо всех сил Зимой одна полоса чистится Изо всех сил в сугроб залезла, стою, трактор тащил Эта машина еще позволяет, а если не позволяет, тебе в сугроб уйти? У меня дочери Ну, на легковой там можно и не проехать Это я жалуюсь, понимаете? Так, а сколько у меня зимой Садков вытаскивал трактором на ниве с прицепом? Ну, ко мне вообще дорога Так вот, ехал трактор, для того, что одна полоса, он мне эту газель, которую вытаскивал, привез прямо в банку Ну, смотрите, здесь история такая вот, что касаемо сейчас лета, например, да, вот Начиная от ямочного ремонта, я взял все под свой контроль То есть, вот мне составляют графики Графики филовых деревьев, я смотрю, езжу, проверяю То же, что я сейчас могу вам сказать, что касаемо зимы, то есть, ну, каждую дорогу я буду держать на контроле Сейчас и МБУ, и МПУ Знаете, даже вот эти все последующие вопросы, они очень зависят от моего дороги Если бы у нас был асфальт, мы трое суток, два года назад сидели без света Почему? Потому что дорога была не очищена, и электрики не могли подъехать отстранить аварию Вот почему мы сидели без света, да? И у нас дорога, это просто вот первое очередное, и мы хотим асфальт Мы что, пока мы поездим три года по асфальту? Асфальт по гарантии должны ремонтировать, если контракт заключен по правилу Ну, вот смотрите, я вот вам так скажу, смотрите, вот Михаил Яковлевич, да, когда пришел сюда к губернаторам, да, то есть, у нас до 2021 года бюджет выделения на дороге был порядка 11, там, тире 11,2 миллиарда, да? Первый год, первый год Михаил Яковлевич там сделал 15, в этом году уже 18,7 миллиардов Вот, например, я вам привожу, что вот сейчас, что касается грунтовых, да, дорог, вот в этом году нам дополнительно, сейчас мы начинаем с сентября еще делать районные дороги, дополнительно выделили 30 миллионов на грунтовые дороги, да? В следующем году, Михаил Яковлевич сказал, я увеличу эту денежную дотацию, чтобы больше было, да, дорог сделано, то есть, идет прогрессирование, ну, вы сами поймите, да, где 11 миллиардов, а где 18,7 миллиардов 18,7 миллиардов, будем надеяться Выписал, что девушки сегодня нет, она показывала переписку, у нее солидная переписка за много лет, жалобы по дорогам Вот несколько лет назад читал я этот ответ из администрации Переславля, что, самое, присылали какого-то эксперта, он проехал по дороге, приехал, поставил галочку, нет, это было 2-3 года назад Поставил галочку, что дорога, нормально, можно ездить, это не дорога направление Здесь вот как раз таки мы с вами Это реально, да? Писали, что у нас дорога по документам асфальт По документам она уже асфальтная И поэтому нам как бы не положено Кто украл, когда украл, сколько украл Я вот здесь вам открыто скажу На самом деле весь район, вы тоже поймете Весь район везде Вот с дорогой, вот куда бы я ни приехал, в какой понаселенный, везде проблемы с дорогой И вы правильно сказали, что это копилось десятилетиями, вот это вот, десятилетиями копилось, вот эти так называемые отписки, да, только что Вот мы вам сделаем, у вас тут асфальт и так далее Ну, вот и не везде совсем Вот я сам, правда, не был там По-моему, говорят, на Короле, на направлении Вот на части взяли и положили 40 км шикарного асфальта Никто никого не просил Как, почему это произошло Большой вопрос Люди ездят, не на разных Я уже не от первого человека Вот взяли и сделали Кому-то было надо Я, к сожалению, третий месяц пришел Может какие-то моменты я вам не могу сейчас сказать Ну, вот что вижу на сегодняшний день То, что проблема с дорогами везде Проблема всегда, но и везде Потому что перед вашим приездом у нас дорога сейчас гардированная Два раза Перед вашим приездом два раза За неделю Мы не вывезли вчера Мы не вывезли вчера Мы не вывезли вчера Давайте перейдем по второму вопросу Просто у нас по настоящему разных вопросов Наверное, десяток не меньше Да Вы знаете, вот по поводу электроэнергии Это вам будет абсолютно всех Я прошу послушать Александру Она подготовила Ну, я так конспективно Вот только с 10 марта Я вот просто специально захожу на сайт МРСК И делаю скрины Вот когда у нас отключают электричество Они там дают им официальную информацию С такого-то в такое-то Электричество отключено Тогда это будет восстановлено Так вот у нас 10 марта только накопилось 150 с половиной часов отключений Это только за шесть месяцев Да При том, что 72 72 часа 72 в год Да, при том, что 72 в год И, по-моему, 24 часа Непрерывного Непрерывного Да Вот По этому поводу Мы писали И в прошлом году И на линию Путину звонили И письма ему писали Да Писали Все эти отписки приходят МРСК дает А это только в этом году? Нет, нет, нет У нас это и года в год Я не знала, простите, про собрание Узнала только вчера вечером Значит, вот у нас уже подписанное письмо по электричеству Все посчитано за два года Значит, за 22-й год 160 часов отключения при норме 72 На 10 августа этого года 102 часа Это в прокуратуру, я думаю В прокуратуру мне сказали сначала Вот я в три адреса написала Мне сказали, когда получите ответ Тогда уже с этими ответами в прокуратуру А что прокуратура отвечает? Они монополисты И вы ничего себе все окинули Да У меня тоже 162 Ну, у меня тоже 162 Я опублила Да Почему мы тогда думаем, что нам кто-то поможет? То есть у вас каждый год подведен к включению А мы уже Путин написали Я не стану, что Путин не поможет Что получается, какая-то Путин не поможет В чем вопрос? По одному причине Они не имеют права Отключать на более 24 часов Так они что делают? Проходит 18 часов Опять звонишь То есть было плановое, а сейчас аварийное А потом аварийное А потом аварийное То есть они включают на 3 часа и отключают еще на 10 Потом опять включают на час-полтора Мы так зимой жили 10 дней У меня не то, что цветы передохли Мы сами спали в свитерах У меня скотина Мы ее грели чуть ли не с собой 10 дней у нас был свет по 2-3 часа в сутки То есть пояснения какого-то конкретного Они вам Нет, нет Звонишь Они пишут У нас отключение Они предоставляют отписки Смотрите, давайте по этому вопросу поступим так Вот у вас есть активная группа Не надо большого количества человека 3 Я на следующей неделе приглашаю вас в администрацию Приглашаю вас И вот вы с этими фактами Пусть они дают конкретные пояснения Давайте Пусть очень хорошо С глаза надо Потому что вот заподписаны люди Пусть они дают конкретные пояснения То есть 3 человека достаточно будет от вас актива Александра, вы его знаете? Ой Ну мы тут решим Решите По технике здесь все просто Здесь очень длинная ЛЭП 10 кВт Она начинается в Глебовском трансформатор 35-10 стоит И до Романки Аж до Романки, до Ивкина туда Длина ну 15 км С ответвлениями там все 25 км У Ивкина-Скороуха Переходник у нас с Глебовского Еще То есть здесь все Глебовское идет Отмещение Да 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 Не У Глебовского свое Да Ну вот Семидяка Антуфьева Подраменье Юрина Веска Пальцена Большой Мало Воскресенская Головино Голоперова Роман Кошелева Ивкина Да Да Все которые идут Да Все которые идут Да Да В продуктах Которые пропали у вас И говорит И передайте В администрацию И говорит Будем разбираться Ну как это вот Это Там не продукты пропадают Там холодильники пропадают Потому что идет резкое вот это Включение Выключение света И стиральные машинки летят Холодильники Вот у меня стиральная машина Присела Я предлагаю Витя Николаевич услышал Вопрос Да 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 Давайте следующий Следующий Да Из-за того что нет дороги Мы едем за продуктами Один раз или в 10 дней Или в неделю Мы закупаемся Мы привозим Кладем в морозилки Мы кладем в холодильники Электричество включается У нас портятся все продукты Недельные Конечно То есть мы Они которые живут еще Ну просят другого Да То есть мы все время Привезите Потому что невозможно доехать То есть дороги Это все круг Вот один Я продолжил У меня вот В прошлом деле Погиб весь инкубатор Рекоменционный Бутинный яиц Вот мне Роман дал Эти яйца Они погибли Вот эти вот 5 дней Они все погибли Это деньги Это приличные деньги Мы с Романом потеряли Дальше Меня просили высказаться По мусорьке Наш 16 населенных пунктов Обеспечен только вот этими Двумя контейнерами Дмитрий Николаевич Ради вас спасибо огромное Что приехали Там более-менее порядок А порядок вы сами не берете Да не надо ради меня Вокруг территория Вся абсолютно замучрена Бывшая площадка Которую устроил Дмитрий по-моему Она уже разрушена Но ее и не хватает Мы просим как минимум Хартию на этом месте Установить постоянный По сбору мусора Как минимум на 3 контейнера И высотой не менее 4 метров Потому что это горка И разносит 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 И иногда в четверг Это нас абсолютно не устраивает Потому что Основная масса мусора Попадает сюда В субботу и воскресенье Значит вывоз должен быть в пятницу И в понедельник Сразу же как только Москвичи схлынули отсюда Вот то есть Изменить место вывоза Оборудовать площадку И по поводу денег По поводу денег Самое главное Мы добровольно Несмотря на то Что это не в шаговой доступности Мне до этого места 3 километра Мы готовы платить Мы платили Как он ИП ИП Алябьеву Мы платили У нас были договора Перешли на картию новых договоров У нас не прислали Как раз Дмитрий вот этот момент Скажи Можешь Мы просто вчера изучили Как раз И последний стежок Вот то что касается Строительного мусора Древесных отходов Которые валят в этот карьер Да Вот После моего разговора С Михалом Юрьевичем Федоровым Директором Нацпарка Я в общем скорее Его линию придерживаюсь Что Если мы сейчас Вот этот вот карьер Очистим И поставим здесь камеры И будем штрафовать Всех кто древесные отходы Сюда выводит То все это будет В лесах национального парка На опушках валяться Не надо штрафовать При этом Там не должен оказаться Токсичный мусор Там не должен оказаться Политерен Тортные лампы Шины Но что касается Древесных отходов В конце концов Карьер должен быть И культивирован И силами непосредственно Собственника У этой земли есть Человек Который владеет И он должен Ей заниматься Помогите решить то что Вот Самая большая проблема Что привозят Мусор Из Переславля Вот смотрите Давайте поэтапно начнем Вот в чем проблема И вываливают Это я лично видела Дмитрий посел Сделаем Сделаем забор В принципе Мы готовы Мы сами это можем сделать Без проблем Просто нам нужно сказать Да ребят Мы не можем Если мы возьмем сейчас Контейнеры И тупо перевезем Это в раскоп Это получается Это тема БТО Вот И вторая То есть как мы живем Ну понятно У нас под Москвой Я москвич А тема БТО Я не могу заключить договор Для стержива На лаборатории На лаборатории На лаборатории Мы не можем Дам контейнер Снимают Я включу себе контейнер Выводи на иную Не 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 Вот смотрите Давайте Прям один Прям последний КТО Это дополнительное Как у нас в Москве Делают электроэнергию Писывают счета Из того что у меня нет адреса Мы оформлены У меня нет адреса Я не могу У меня нет платежи Хотя я готов платить Или как часть Здесь все готовы платить Но прописывали здесь Раньше приходилось Со счетами по электроэнергию А сейчас перестало приходить Никто не платит Потому что не знает куда Сейчас я вам поэтапно Объясню То есть вот по населенным пунктам Вчера как раз вызывал картию Вчера у нас была общественная палата Как раз по этому вопросу Действительно По населенным пунктам Вот что у нас сейчас творится То же самое Пригородном Да Когда я приезжаю в населенный пункт Там Проезжаю Вижу там Более пятиста Жителей Да Проверяю Прописано Сколько заключено договора Два Два Три Четыре Десять Картия вывозит из-за этого То есть что нам сейчас говорит региональный оператор Он говорит Мы не вправе заставить Этот как его Заключать с нами договора Это задача администрации Сейчас я всем терр управлением Вот сейчас к вам тоже обращаюсь Терр управлением Дал задание о том Что В сеть ДНТ и СНТ Нужно заключать договора Чем больше у нас с вами Будет заключено Не с ЭП Алиабио А именно непосредственно с картией Чем больше будет у нас заключено договор Соответственно То есть они считают Там математика-то она простая Они считают вот Два человека Два человека Там определенный куб Мусор рассчитывается на одного человека Пол куб в неделю Соответственно Два человека прописано Значит собирается там Четыре куба за три недели Мы осуществляем вывоз У нас же больше там никого не прописано Ну по факту то они и правы А почему нет? Можно я договорю? Ну вот Соответственно Нам сейчас нужно По максимуму заключить договора Чтобы показать Да здесь действительно живет Большое количество жителей Потому что Зачастую я вот Сталкивался тоже Недавно ездил в сторону На горе там На загоре был Там вообще пришли тоже Да я понимаю Дачники они говорят Ну а что мы не зарегистрированы Ну мусор вы должны убирать Я считаю что Позиция каждого нормального гражданина Должна быть в том Что ну я Я же мусор да То есть продукты жизнедеятельности Моя семья Мусор да Значит я должен за это платить Соответственно там С установленным тарифом Что нам дает с вами это Если мы заключаем все договора На мусор соответственно У нас ну вот Видит региональный оператор Мы можем конкретно Ему предъявить сказать Уважаемые господа Вызвать сюда харти И сказать Вот посмотрите сколько жителей Да там пятьсот Соответственно на основании этого Вы должны поставить А там Пятнадцать контейнеров Да вот По этим пяти населенных пунктам Десять лодок да То есть чтобы ну Соответственно с объемом Подписанных договоров Чтобы увозился мусор Вот Хартия на это согласна У нас У нас здесь как администрация Мы только что просим Чтобы жители Заключали договора Вот Потому что как Объясняет нас с хартией Не саля Напрямую с хартией Да Напрямую с хартией У нас хартия есть В центре вы знаете Где Это сейчас бизнес центр Старый город Вот Там есть их представители Сидит Туда можно приходить Я так же приходил туда И оформлял Как физическое лицо Да Как физическое лицо Пришел как физическое лицо Да я живу по этому адресу Мне нужно оформить договор Все Там составил у меня буквально 5 минут 5 минут и все Договор есть Это у нас получается с вами У нас получается с вами уже Рычаг появляется Вот у меня на сегодняшний день Как в администрации Нет рычага на хартии Например на это направление Я начинаю Я уже 3 встречи с ними провел Начинаю с ними Разговорю Ребята должны здесь возить Вот 20 человек мы увозим Соответственно со всеми нормами Вот Какие к нам вопросы Следующее Что касаемо Крупноговоритного КГМ Здесь вопрос какой Мы вчера обсуждали его Ну Я вижу как это и в городе делается Как и в районе Ну несут все Понятно вот например Где ИЖСК Да где не МКД Где ИЖСК Все пилят ветки Там запретили жечь Да там пилят ветки Там сучки Траву и так далее Здесь вообще как можно Уйти с этой ситуации Например Вот хартии Вчера предложили Они с этим согласны Например вот Объявляем там В вашей стороне все Что по средам Или там в четверг Мы приезжаем Конкретно Забирать ветки Ну вот все Крупногабаритный мусор Шкафы там старые Диваны и так далее Все выставляют Потому что Ну что мы видим сейчас Ну несут все Вот я сейчас езжу Например по городу Смотрю Вот он убрал все Под метелку Проходит ровно два часа Ровно два часа Ничего не меняется Все такое Ну а вот это еще не связано с тем Что в Переславле нет полигона И вот эти мусорки Я сейчас продолжу Я сейчас продолжу Я сейчас продолжу А что здесь мусорка Что в Переславле Я думаю в Переславле Сейчас продолжу Там тоже все самое Значит Когда понятно Что когда был Когда был в городе Полигон Было все да хорошо Можно было забирать На сегодняшний день Полигон у нас закрыт Он рекультивирован Ну решение Не мы с вами принимали Да там его еще В семнадцатом году Его закрыли Сказали все под рекультивацию На сегодняшний день Которая сделана станция Перегрузки Она не сортирована А перегрузки Да Ну это решение было не очень правильно В городе ее делать Да эту станцию Перегрузки То есть Сейчас мы определили участок Увозим ее Станцию перегрузки Не сортировки Ничего Мы увозим ее за город Будет там станция перегрузки Что касаемо сортировки Прекрасно Мы с вами живем в двадцать первом веке Да То есть Пластик Бумага Картон Да И остальные отходы Которые можно сортировать Вчера вопрос задан был Как хартии конкретно поставлен Вчера был департамент Также охрана окружающей среды Ребят Когда Потому что Ну одно дело Если бы была сортировка Представляете насколько Меньше возить Да то есть Привезли конкретно Картон отсортировали Пластик тот же отсортировали Вот Сроки какие установлены Конкретные сроки Через два года будет сортировка Но не в Переславле Она будет в направлении Ростова Там сделаем сортировку Вот это Что касаемо сортировки Что касается станции перегрузки Я думаю что мы к Новому году Выйдем на новый уже участок Где Будет нормально Не в городе Где-то сортировка Да Здесь вопрос опять же Здесь много вопросов того Что на сегодняшний день Получается что мы Вот эти деревья Которые с вами здесь Да Спилили Там Какие-то кусты Вырубили Мы везем с вами их в Ростов Представляете какая логистика Мы ветки катаем Есть решение Кулигона Решение Все равно Смотрите Мы обсудили Вот с МКУ Вчера тоже на совещании На общественной палате О том что Сейчас буду прорабатывать Этот вопрос Я не говорю вам что там Завтра это решится И так далее Прорабатывать сейчас этот вопрос Буду в любом случае Нужны дробилки Нужны дробилки Да Нужны дробилки Чтобы вот этот Поставить на ту же станцию Перегрузки Просто это дробить И не возить лишнее Опять же Вы прекрасно понимаете Зачем Не надо так делать Ну я понимаю Куда отсыпать Я приезжаю У меня есть машина С брокером Я приехал Все дробил Уехал Щипу забрал Все Да И щипа нужны Правда Так что вот здесь Касаемо Вот смотрите Здесь распыляться я предлагаю Сейчас много нам не надо Что касаемо Вот здесь я сейчас Вот зерно этого Первое мы с вами Решим вопрос Переноса Это мы решим В ближайшее время Я с вами кого отправляю Вы мне контакты дайте С кем-то связаться Никого отправляю Принимаем решение Второе давайте коллективно Заключим договора Чтобы у нас был с вами Конкретный рычаг Влияния на харки У меня вопрос Городище Ближайшие здесь Поворот на городище Елизар По Афанасову Там помойка Которую Не заполняют Жители местных Приезжают с окрестных районов И засыпают Сколько бы нас не написало Это заявление Туда привозят грузовиками И сыпят К сожалению Эта проблема есть Я когда пришел В конце мая Вот я вам скажу открыто Мы начали бороться С несанкционным вывозом На сегодняшний день Мы перевыполнили Все лимиты до конца года Мы даже ушли Уже в долги перед хартией Это действительно Но здесь Вы понимаете как Когда я собираю хартию Собираю их Субподрядчиками Уборку Спрашиваю Коллеги А вот все у нас В окрестностях Строятся Сносят дома Делают ремонты Кто с вами хоть запишет договор Единицы Все выбрасывается Здесь опять же Понимаете Все выбрасывается Вот уже в пригороде Мне пришлось какие-то дороги Просто бетонными плитами Перекрывать Извините Просто перекрывать бетонными плитами Где-то площадка Есть какая-то в лесу И туда просто валят и валят Но к сожалению Это есть И вот как здесь Ну привлечением полиции Да Но камеры я же не наставлю Везде В каждом леске поставить камеру Кто конкретно вывозит Но это проблема везде И сейчас мы ее быстро с вами не победим Дополнительное финансирование Запрошено в области Чтобы максимум вывести Этого несанкционированного мусора Но его по району Я вам скажу Такое количество Это просто ужас Можно вопрос У нас эта свалка Находится в 10 метрах от дороги Ну а там какой мусор Строительный весь у вас мусор Да Ящики с гнилью везут Я подозреваю откуда Но я не ловила людей за руку Давайте вот Вот смотрите Я что услышал О том что Вот рядом С существующей вашей свалкой Есть там Участок И где там С войск строительной отходы Да И ваш адрес Вы сейчас после встречи подойдите Хорошо Я этот адрес запишу И вызову туда муниципальный контроль Чтобы определил конкретно Собственника этого участка И зафиксировал этот факт Вопрос такой Почему нельзя сделать Не по прописанным А по собственникам И например так же как и было В счет электроэнергии Включить как-то вот Или еще дополнительный счет приходил Ну мы же все знаем свой контингент Да Что придут заключать договор Столько сколько пришли сюда Не ну семейняк Уносит вот Не ну смотрите Ну смотрите Вот я вижу вас здесь Немало активных жителей Вы же Вот Я не могу заставить Например своих соседей Пойти заключить договор Я вот приезжаю В один из районов Мне там говорят У нас нет воды Ну плохой напор Вообще все плохо Идем по улице Мне четко говорят Вот улица там Ну порядка 25 домов Говорит Дмитрий Николаевич Вот пять заключены контракт Двадцать нелегально Подключены к этой трубе И вот эти двадцать Больше всего кричат Что у них нет Давайте следующий вопрос Подписывайтесь По собственникам Сейчас можно я скажу По собственникам тоже У кого-то может Собственник один А живут там Пятнадцать человек Ну это лучше чем Ни одного Давайте начнем с чего-то Мы сейчас будем уже Углубляться дальше там И говорить о том Что давайте там Пятнадцать Давайте начнем У нас есть выход Если продолжать Тема раздельного сбора мусора Здесь зарегистрирована Замечательная Вернее существует Замечательная группа Зеленой Переславы Возглавляет ее Кира Гордеева Супруга Ильи Она в течение года Каждый Вторую субботу Месяца Раз в месяц Организовывала Раздельный сбор мусора В Переславле Собирали прилично Собирали наверное Килограмм двести Двести пятьдесят Каждый раз Причем весь Переславль С удовольствием сдавал Были пункты Куда было сдавать Этот раздельно собранный Сбор мусора Переславлю принимали В Александрове принимали Сейчас ближайшие точки Приема Ярославль и Москва Поэтому если Делать сортировочную То нужно делать Руками заинтересованных Человек Харти не будет Харти не будет Харти не будет Вот смотрите А вот Кира Гордеева Она приходила В администрацию ДУМАС Ее отбрили Переславле Смотрите Есть например Я уже этот вопрос прорабатывал Переславле есть у нас Так скажем Приемные Которые там занимаются Моют они этот пластик Не моют А пластик у нас есть Сейчас с картоном Гораздо сложнее В каком плане Цены упали Потому что там О них вообще по нулевой цене То есть если раньше там Картон там Ну ввиду Так скажем санкций Потому что как Как ты крутил У нас 60% картона Поставлялась на экспорт Экспортировалась Да? То сейчас Экспорта нет И соответственно Рынок к этому На речне не приятно Просто схлопнется И цены сейчас Даже просто И не хотят Мы и так Делали в минус У нас ждать Занималось За мой счет Мы возили в Александров Мне это было Позвучить в Москву На работу Мы это возили там В счет Сейчас все закрылось Потому что все схлопнуло И хорошо было бы Немного времени уже На это просто нет Потому что возить туда В одну конец И туда 250 Чтобы администрация Выделила хотя бы машину Ей То товарищ ответ Я не хочу этим заниматься Ну мне просто уже далеко Люди несут Несут Вы знаете Здесь вот Я извините Перебью вас Вот этот вопрос рассматривал У меня вот Предложение к карте И к мех уборке Такое вот Понимаете Надо сначала посмотреть Менталитет людей Я бы сделал вот Юг вот например Если взять Россия Юг Там уже это прекрасно работает Когда у каждой мусорки Вот например Я вам с чего начал Что в Переславле Есть кто занимается С той же бутылкой Вот Юг Если посмотреть У каждой мусорки Стоит сетка четкая Человек знает Он вставляет туда пластиковую бутылку Пластиковая бутылка Что это какой-то Основной объем Когда мы везем Мы говорим Полигона у нас его нет Мы возим на тонарах Возим туда на Ростов Пластиковая бутылка Это объемная вещь Если мы будем собирать А тот человек Который занимается Непосредственно Переработкой этой бутылки Раз в неделю будет собирать Соответственно мы сократим Объем в контейнерах Да и то есть И мы уже покажем Вот с чего-то надо начать Всегда там знаете говорить с глобальным Есть человек Если вы его поддержите Вы знаете все уже заскучали Это уже часто Такая вот Давайте все-таки Мы к другим вопросам перейдем Вот на встречу Это надо Поможем Так Борщевик Пожалуйста на среду Дайте фамилию На среду А то мы только к четвертому вопросу переходим Да Борщевик Она на среду Я понимаю Но это уже такая Знаете вот смотрите Все заскучали То есть это уже такая вот Это уже узкая Да давайте борщевик Вопрос такой болезненный для всего района Да согласись Даже больше чем для всей области Три категории земель Муниципальная, дорога и частная Муниципальной здесь нет Или почти нет Второй вопрос дорога Отписки я вам передам От департамента дорожного хозяйства Ярообласти Значит Последний раз они написали что У нас запланировано Что запланировано? Когда запланировано? Где? Запланировано 6 гектар Где эти? Что они будут делать? Когда они будут делать? Ну здесь смотрите Что касаемо Борщевика Я так скажу что Михаил Яковлевич На эту тему В этом году Обратилось Он сказал как В этом году мы борьбу с Борщевиком Проиграли Просто так Так открыто Сказал департамент А кто-нибудь Как играл? Ну все Начинали То есть Сейчас у нас есть с вами Конкретные инструменты То есть Департамент уже Дорожного хозяйства не отпишется Сейчас все заносится На геопортал То есть сейчас идет Как раз формирование До 10 сентября Задача губернатора Все земли ИЖС Дорожные, муниципальные Конкретно занести на геопортал Где находится Борщевик Это сейчас активно А он теперь везде Он везде Ну И теперь все с ним делать Мы не знаем Где вы смотрите Он в лес вошел Он в лес вошел Лес гибнет Все гибнет Можно я На сайте или области На сайте или области Вы посмотрите где геопортал Спасибо Если я сейчас не ошибаюсь Уже муниципальные земель Мы занесли 229 гектар С Борщевиком Вот Сейчас штрафы есть То есть штрафы прилились Мы уже очень хорошо Мы Копаем За это отвечаем Очень хорошо Значит вы упустили все это Нет Дело в том что никто ничего не делал Деньги вам выделяли А мы Не ответили за все это Вы деньги куда-то потратили Подождите 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 Разрешите я так договорю Ладно Я никуда не потратил деньги Я пришел Ну Я говорю Я то что услышала Что когда до прихода губернатора Михаила Яковлевича Да было как Выделяют Вот вы представьте Да на Переславль Я вот эту историю все смотрел Выделяют например Вам на 50 процентов На борщевик На 50 процентов Ну никто не боролся с ним никогда Ну а что такое на 50 процентов Или там на 20 процентов Выделять надо на 100 процентов Что сейчас и говорит Михаил Яковлевич Выделяйте Надо если бороться То бороться Ну понятно Коллективно и до конца всем И на муниципальные земли Выделять на 100 процентов А не на 80 Не на 70 Ну правильно Потому что если Да Мы писали коллективное письмо Года два назад О том чтобы мы Хотя бы побрызгали борщевик Вдоль дороги Все 10 километров Да вот Хотя бы по обочинам И по муниципальным землям Внутри Населенного пункта На что мы получили ответ Что вы поздно написали Мы деньги уже отправили Нам деньги выделялись Почему вы нам не написали Мы уже их обратно отправили И никто нам так и не побрызгал Вот мы как бы писали все Ну как бы довезки Вот поэтому вот это Мы просили нам помочь Нам никто не помог А теперь давайте Возложим на нас штрафы Слушайте мы его копали Мы его косили Мы его Чего мы с ним только не делали Мы сами все обожглись Мы тут все в шрамах Если кто Каждый покажет вам Вы знаете Здесь вот хорошо Вы стоите Вы стоите активные жители Да вот такие Мы боролись Вот я еду по населенным пунктам Когда там вызываешь Собственника земли У него пять гектар Десять даже У нас есть такие Там и пять тысяч гектар Там все в борщевике И он не косил его И не боролся И здесь не только надо говорить Что администрация Там не обрабатывала А посмотрите сколько земель В частной собственности Это мы сейчас с вами говорим Об жертвах Вот у вас там например Участок шесть Двенадцать соток Да двадцать соток А вы посмотрите что Семь гектаров Семь гектаров Гектар Есть предписание им Что они должны сделать Если они не делают Вы им штраф Если они опять Ничего не делают Вы за свой счет Нанимаете человека Такого как я Я приезжаю Все обрабатываю Вы мне оплачиваете А им через суд А у нас же не так У нас просто вот Фотография Вот такого борщевика Который я не знаю Где они нашли И сразу Давайте вот по вашей стороне Давайте так по вашей стороне Вот кто у вас Вот я вызываю К вам муниципальный контроль Кто у вас Проведет Конкретную Так скажем Экскурсию по борщевику Чтобы они все зафиксировали Вот прям Частный участок Вот прям Ставьте с такой картографии Он там Я могу просто показать Где в лесу Где какие участки Где участки Не обрабатываются Это Воскресенская И Головнино Не знает Он там не летит Я больше не могу копать И семьи копают Все им придет штраф А я приеду Я сколько лет тоже хожу Чужие участки Которые не обрабатываются Я хожу в Кабру Покупаю Отключили свет в очередной раз То есть в седьмой раз В последние семьи Все домой Вот И я хожу в округе Мы там еще Еще один сосед Вдвоем Он со своей стороны Все прыскает Мы за 18 тысяч канистр Покупаем Два раза в год У меня муж с лопатой ходит Это по чужим участкам Которые не обрабатываются Чтобы хотя бы немножко его Но вокруг У нас такие Не надо немножко Надо привлекать просто Кого их Как я привлеку Да не вы А мы должны привлекать Вы должны А у меня этот собственник Вот вчера В том году купила Вот эти все 36 участков Она сама из Сочи Вы ее не достанете Хоть она из Сочи Хоть она из Владивостока Хорошо Бог с ним Бог с ним Я в Галаперова одна Вокруг меня 52 гитара Собственников Я одна кашу А все вокруг меня летит Давайте я расскажу Коллеги Общую проблему Дмитрий Николаевич Проблему я вам передам Переписку Передам вот все отписки Которые и местные Переславские И дорожное хозяйство Ярославское Что они пишут Только с участием Михаила Яковлевича Что-то вот сдвинулось Немножко И начали искать Собственников До этого даже Собственников искать не хотели Они грубо говоря Просто посылались И вы видите Две отписки опять Переславские Ищите сами Ищите сами Телефоны Сами ищите Это на бумаге А потом еще говорят Что через три года Первые два года Вот как собственник купил Его не привлекают к ответственности Три года должно пройти За три года Мы просто накроемся Этим борщевиком Сейчас не так Задача губернатора конкретная стоит Боремся Все значит все Собственники Муниципальная земля Все боремся У нас все В один день все Уходим и все брызгаем Хотя бы так У нас есть два У нас есть с вами два У нас есть с вами А перепахивание Еще лучше растет А это задача администрации А вы делите Потому что Участки Есть кадастровые участки Есть собственность Что там искать Это не надо интерпол принимать Как попер Я не дал вам масочку Забыться Это задача администрации Давайте дальше Перенимайте дальше Значит пятый вопрос Это досуг молодежи Дом культуры Кружки секций У вас нету Да директора Дом культуры У нас В Глебовском У нас В Глебовском Нету Насколько я знаю Но там ничего нету Сейчас занимаемся активным Простом директора Дом культуры Это такой Специалист Шестой Транспорт Фестиваль был Вот транспортный вопрос Я бы хотела Я проводила Еще коллеги Двоем За свой счет Что? А администрация Его там знают А как? К кому пожаловаться? Вот мне говорят Иди к участковому Я три года А у нас нет участкового А его нету А его нету Участкового И куда? Обратился Дайте мне хотя бы адрес Телефон этого человека Как его зовут? Я вот знаю То есть вы не знаете своего участкового? Я не знаю Он его нету Он его знает Но он трех Сердит посадок Четыре года Я видел свой участок И его С его стороны Акашеву И забор поставил Железный Тридцать метров Двухметровый Чтоб хоть как-то не летела А он все равно летит А он летит Он какой-то Двухметровый Он летит Двухметровый 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 Да Вы с ним Да 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 И номер телефона Еще одно Маленькое дополнение Про Борсею Про заключение госконтрактов Вашим предшествиям Значит на Соответственно Госзакупки Госконтракт попадал В середине лета Отыгрывался он В августе Начинали они работать Давайте Я вам сразу скажу Я вам так скажу Вот что-то подряд Готовь сани летом Называется И контракт должен быть готов зимой Это я уже прекрасно понимаю Ваши вот каши шестра Я вас прекрасно понимаю Это что у нас с дорогами Это что было ранее Нет Готовь сани летом Все контракты должны На это сделать Зима Начало весны А вот С апреля мы должны с вами уже отрабатывать Я вас прекрасно понимаю, это правильно. Давайте дальше, давайте. Что касается культуры, вот здесь представитель есть, да? Могу я, да? Буквально три слова, да, это Рафимова Татьяна, директор городского дома культуры. У меня в подвете находятся районные дома культуры. И да, действительно, у нас в Гребовском сельском доме культуры на сегодняшний момент есть большая проблема. Как раз таки прежний работник уже ушел на пенсию, а на сегодняшний момент у нас вакансия висит уже очень давно, и мы не можем найти культурганизатора и руководства кружка. Да, требования закона на сегодняшний момент таковы, что культурганизатор должен быть с определенным образованием культуры и искусства, иначе это будет нецелевое исходение бюджетных средств. И мы сейчас ищем в Гребовском специалисты, есть у нас один специалист, который у нас сейчас откликнулся, он сможет работать только по совместительству, ввести вокальный кружок. Но я обращаюсь ко всем вам неравнодушным, потому что я вижу, что вы активны, может быть среди вас найдется человек, который полюбит и заболеет культурой, мы обязательно, мы будем во всем помогать, поможем обучиться, потому что без культуры понятно, что жизнь-то она течет, и все-таки отдыхать людям нужно и наполняться какими-то положительными эмоциями. Поэтому если есть желающие, я с удовольствием поставила свои контакты, и мы бы наполнили Дом культуры детским смехом, танцами. У нас есть одна активная дама, но она почему-то не хочет использовать Дом культуры, хочет там бывший пап, медпункт, какой-то сделать, там детский. Татьяна ко мне обратиться, я вообще, что тебя есть, Трофимова Татьяна, я всегда активна, поэтому я прямо прошу помощи, садитесь именно в подборе кадров, я за развитием. А если будет какой-то запрос на продвижение культурное, мы можем приехать, у нас есть замечательный автоклуб, мы можем приехать с культурным мероприятием, организовать концерт какой-то. Хотя неправильно, но по-настоящему мы должны сюда ездить. Татьяна, можно вас? Значит, теперь как раз вот по поводу пункта занять, давайте мы лучше себе фельдшерско-акушерский пункт организуем. У нас там нет никого. Так, смотрите, что касается фельдшерский пункт, значит, с главным врачом я разговаривал, специалист уже найден, через месяц там он будет у вас набор. Хорошо, по пальцам перевязать некому. Значит, тут два вопроса. Да, а ко мне не проедешь, вот пальцы перевязать, вот добычный пункт. Все, опирается в дорогу. Да, опирается в дорогу. Летом, да, ко мне едет за помощью, а вот остальную дорогу нет. Теперь дальше, это следующая транспортная доступность и автолавка. Я думаю, что эти два вопроса можно... Да, 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 да. То есть, вообще, 10 километров, что случилось, значит, пешком до Глебовского, до остановки... Автолавка раньше у вас есть? Да. Очень давно, да. Смотрите, там же опять, там я могу вам что пояснить. Это же проводится конкурс. То есть, это же не могут... Ну, мимо Воскресенского. Я не видела. А конкурс опять, смотрите, как проводится. Уважаемые коллеги, мы тогда... А конкурс как проводится? То есть, из количества прописанных граждан. Да, да, да. 44%. Это частный бизнес, это все понятно, да? Я тоже могу рассказать. Вот депутат областной думы еще здесь, Юдафий Александрович, он тоже это может утвердить. Автолавка – это частный бизнес. Это человек, который на машине привозит нам продукты. Продукты. Если у нас вот такая дорога, то ни один собственник своей машины... У нас с вами основная задача, вот у нас все с вами сводится, у нас дорога. Дорога. Послушайте, у нас раньше, давно-давно, лет, наверное, 20 лет назад приезжали на тракторе, приезжали до Романки, привозили и хлеб привозили, и там кто-то попросит муку привезти. Это было у нас такое. Было, было. Было такое. Было такое. Но сейчас определенные требования к автолавкам, потому что... Очень жесткие требования. Мы, когда разыграем конкурс, все участки, то есть, не выделяем там отдельно Рязанцева или там вашу сторону, да, там Ивкина, Семенгяйка. Тут вопрос в том, что кто выходит, да? То есть, они словят из количества прописанных? Вы знаете, про транспортную доступность. Дело в том, что прописаны, то прописаны. Ну, в данный момент там дачников много. Я вот еще хочу сказать, что какой-то надо транспорт организовать, или там какой-нибудь микроавтобус, что ли. Вот я, например, осталась без мужа. Я не могу теперь ехать, а мне все равно надо приехать как бы на дачу. Я тоже хочу и там и с внуками побыть, и все прочее. Но у меня, я каждый раз кого-то прошу, чтобы меня довезли либо до Переславля, либо с кем-то еду до Москвы. Понимаете, это тоже проблема. И я такая не одна, я думаю. Абсолютно не одна, да. Это очень такой вопрос. Понимаете, надо организовать. Идет, кто поднял руку у нас с этим. Мы останавливаемся и поднялись. Да. Идешь или идешь по дороге. Это у нас правило не гласки. Лена, другой раз идешь по дороге, и никто не едет. И встаешь на этом Глебовском, встаешь, чтобы тебе доехать до Москвы, стоишь, голосуешь. Автобусы если идут полные, то тебя тоже опять никто не посадит. Хотя бы организовать этот транспорт до автовокзала. Да. А потому что никто не едет. А у нас доставка стройматериалов. Опять упирается в дорогу. У нас не приводят стройматериалы из-за дороги. Да, из-за дороги. Из-за дороги дешевле, чем от зоны. Мы с вами теперь видим, в сегодняшний день, основная тема дорог. Значит, мы должны с вами оперативно составить коллективное письмо. Да, я думаю, что будет дорога, значит, будет все. Я как раз завтра буду в Ярославле, я еще в правительстве поговорю. А по поводу того, что может быть действительно организовать какой-то тендер на то, чтобы какая-то маршрутная такси, хотя бы, например, в четверг, Наберется много, да. Ну, какие-то вот предвыходные. Ну, определенный график какой-нибудь, да. Хотя бы два раза. Это вам нужно круглый год? Или это нужно только на сезон? Нет, не надо даже на круглый год. Хотя бы на сезон. Зимой они сразу прям не проедут. Апрель по сентябрь, да. Апрель по сентябрь, да. Например, в октябре уже там, да. Народ уже как бы убрал свой урожай и все прочее, как бы. Да, кто круглый год живет? У нас же полное стариков тоже в деревне, которые не могут выбраться. Ну, у нас меньше. Да. Поэтому можно подать. Ну, можно под они хотя бы рассыпать. Давай начнем с сезона. Давай хотя бы с сезона начнем. Хотя бы до сезона. Да. Хотя бы до сезона. В субботу, в воскресенье. А там уже, может быть, по дороге? Больше. Не седайся. Да, да, да. 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 Вот, а транспорт... Ну, да. Если мне запустить сюда транспорт. Даже до Глебовского хотя бы доехать. И от Глебовского до Переславля. Ну, хотя бы там каждые два часа чтоб ходило. Здесь вообще невозможно. Да хотя бы три раза. Нет. Хотя бы... Да в неделю хотя бы. Даже в неделю хотя бы. Организовать графику. Чтобы я сейчас много тут не разглагольствовал. На этот вопрос мы с МКУ сядем, подумаем. И вот на основании этих вопросов мы дадим ответ. Что можем... Давайте мы тоже все вместе в чате скажем, а кому сколько надо. Вот вам, например, каждый день до Глебовского. А маршрутка, что пустая, будет ходить до того же Глебовского. Это же тоже непросто. Это разыгрывается. Ну, давай. Нет. Хотя бы... Если в Галаперово, грубо говоря, два раза в неделю, то в Глебовской хотя бы три раза в день. Да. Как школьники старшей школы ездят в Глебовскую? Как? Как? Я знаю, у меня дочь окончила вторую школу. Я знаю. На машине, да. Раньше их подбирали на автовокзале добрые водители междугородних автобусов. Сейчас им запретили это делать. Да, раньше подбирали. Как? А школьные автобусы, они говорят... Не-не-не-не, мы не пустим, мы не повезем вас. Старшая школа, куда вам школьный автобус? Не положено. Такой был ответ управления образованием города Перестоль. Ну, с другой стороны... Представляете, а если из Романки, людей везет в школу в Глебовскую, это же 15 километров, ну, 10 километров, из Романки человек возил, да, в школу своего ребенка. А другие здесь не могут позволить... А деваться-то некуда. С другой стороны, да. А у нас уехали, потому что пятеро детей, они просто съехали невозможно школьного возраста, как старший. Вот этот вопрос, я считаю, тоже, как бы, это один из главных. Ну, дорога, соответственный транспорт. Вопросы, церковь ремонта, это что имеется ввиду? В Семен-Дяйке. Это Илья хотела сказать. Скажи, пожалуйста. Да, по храму в Семен-Дяйке у нас храм не существует. То есть земля под ним есть, а храмы не существует. Но это у епархии вопрос? Не решается вопрос. А все епархии встречаются? Они упираются в администрацию. У нас, короче, там, ну, как правило, круг, который 7 лет длится, мы не можем начать ремонт, потому что мы можем подключить газ и электричество к храму. А холодно, все все время там развалится. А в епархии что он говорит? Что в администрации там какие-то постоянные затирки. Тот документ просрочен. А этого нету. Надо переделать. И вот это вот, волокита с документами 7 лет длится. Ну, я бы не... Я готов. Многие готовы скидываться бабками и заказывать, и привезти его в нормальном состоянии. Но без газа это вообще бесполезно. А у вас там есть приход? Вот приход стоит. Нет, а батюшка есть? Нет, это не приход. Да он есть, назначен. У нас своя батюшка. Батюшка длины. А у вас? Батюшка приезжает. Татьяна, а у нас откуда батюшка приезжает? Ну, только для того, чтобы не было. Потому что это день храма. Да вы что? Да. Только там уже вагончик поставили. Мы не можем. У нас нету. У нас нету. Лесни у нас. Да. Для этого нет. Телеграмма. А у нас есть вопросы по церкви, девочки? У нас есть вопросы. У нас есть вопросы? У нас есть помощь. У нас есть помощь. Какая-то нам помощь нужна? Мы сами справляем? Нет, нам нужна. Мы копейки собираем. Там только... Ну, это наше. Это наши проблемы. Мы сами свою церковь восстанавливаем. Мы поняли. Уже деньги свои были. Давайте дальше. Так. Вода канализации в Глебовском. А можно я зачитаю? Я просто из того, что группу мне писали некоторые люди, которые не могли сюда прийти и в проводе канализации просто попросили меня зачитать. Можно я зачитаю? Да, да, да. Заснимите потом вверх. Снимайте. В Глебовском есть улица Центральная, дом 1. В общем подвале круглый год стоит канализация. Дома, соответственно, в подвале тоже. Полы тоже портятся очень быстро. И плохой запах. В фундаменте дыры. Если ничего не делать, дом скоро просто развалится. Дом двухэтажный, на 8 квартир. Пожалуйста, опишите эту проблему. Может быть, смогут нам чем-то помочь. Мы купили квартиру полгода назад в этом доме. Люди там живут по 20-30 лет. Уже не знают, что делать. Вот смотрите первое. То есть это в доме, а не в доме. Ранее тоже у меня была встреча, когда жители говорят, у нас обваливается козырек, у нас течет крыша. Я говорю, вы все собственники? Это муниципальные квартиры? Нет, это собственность. Вот мы как раз с Андреем Александровичем на эту тему встречались в населенном пункте. И это мы все собственники. А у вас есть управляющая компания? А нет, управляющей компанией надо деньги платить. Они приходили к нам, мы от них отказались. Понимаете, тут такой вопрос двоякий, что касается в доме стоит. Вот вы все, например, частники. У вас есть свой дом. Вы же все в доме делаете? Можно вы канализацию? Это вы собственники. Надо откачать. Вызвали канализацию машину. А тут получается, что мы имеем в собственности жилье. Но я понимаю, если бы вопрос стоял, что там рядом у нас пробило канализацию. Рядом с домом там сети подходят. Сети там прорвало. Тогда вопрос, конечно, к ресурсоснабжающей компании. То есть, ну, делайте, смотрите, что там. А то, получается, в доме проблемы. Мы все частники, а администрация должна решить как-то. Мы готовы подключиться. Ну, ребята, вы все собственники. Это вы собственники этого дома, да? Многоквартирного, так скажем. Тут как вот, ну, тут либо управляющая компания, да? Либо на подряде. Ну, не хотите вы управляющую компанию постоянно, которая будет вам обслуживать, да, дом и брать с вас деньги? Тогда, значит, на подряде, организовывайте на подряде. То есть, нужно это сделать. Значит, тогда давайте делать. Если здесь вопросы, если что-то касаемо, я говорю, еще еще раз хочу повториться. Если вопрос касается непосредственно там сетей, которые к дому подходят, да, там, или канализация, которая забита, должна там, если она выходит, да, там, на рельеф, да, и там какие-то проблемы, тогда вопросов нет, да, к ресурсам, ну, к нам, да, вопрос. А здесь, извините, здесь мы все собственники. Вот тут, дальше, следующий вопрос, придворовая территория, полисадники, трубки к подъездам и т.д. Я думаю, что это из этой же серии. Да, это из этой же серии, совершенно верно. То есть, сами собственники должны быть. Ну, вы же, вот, вы мне рассказываете, вы собственники, вы косите, да, свою часть? Да, да, да. Ну, кто должен сказать? Только за. И рядом. Так, школа и детский сад? В детском саду в Глебовском я был, очень прекрасный детский сад вообще. Ну, кого бы вопрос? Школа и детский сад? Да. Забор. 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 Давайте я скажу, мы обсуждали уже по детскому саду, в том числе, по программе областной подъезда к социальному объекту, будем стараться в 2024 году запланировать и сделать подъезд к Глебовскому детскому саду нормальный. В этом году мы реализовали шесть подъездов к соц. объектам, как в городе, так и в районе. То есть, к губернаторам поставлена задача, больше в следующем, в 2024 году. Сейчас мы готовим, ну, выбираем, где конкурент, ну, уже понимаете, то есть, тут мы не можем же сразу разово с вами сказать, ну, когда я скажу, мы вот в 2024 году все соц. учреждения хотим сделать подъезды. Мы выбираем уже, где действительно критично, где не могут подъехать, где есть проблемы с грунтом и так далее. Забор. Ну, что касаемо по АнТК, ну, Андрей Александрович, наверное, вы тоже тут поясните, да, то есть, сейчас идет программа антитурористической компании, и забор Глебовская уже есть с МЕТ, по-моему, да, насколько я знаю? Новая есть, Глебовская есть, программа тоже антитурористическая, мы все понимаем, чем она вызвана эта областная программа. Так же, как, в общем-то говоря, подъезды к социальным объектам, сейчас эта программа активно реализуется. Постараем, опять же, по той же причине нельзя сделать сразу все, потому что объектов очень много и долго ими не занимались в этом отношении. Но то, что постараемся максимально короткие сроки, в ближайшие там, ну, если не год, то два, привести всю эту историю в порядок, сейчас осмечиваем практически все и будем закладывать по максимуму объем этой программы в областном бюджете. Идем даже на то, чтобы, скажем так, делать объекты в лимит в следующих годах, залезать вперед, но чтобы реализовать как бы вот намеченные планы по организации вот этих мест. Поняли. Следующий вопрос. Освещение. Освещение, я так понимаю, значит, даже меня этого коснулось, я поехала в администрацию, написала заявление, чтобы на мой столб возле моего участка полезли мне фонарь. Мне не ответили. В общем, я в итоге через свой счетчик повесила себе сама. Давайте по освещению, сейчас можно долго тут, и проблем я с вами полностью согласен. Давайте так вот, у нас будет совещание с МРСК, и мы этот вопрос, я приглашу им в ГУ, они скажут, какой план на 23-й, потому что еще сейчас на 23-й там реализовано порядка 60%, что задача ставилась по освещению. Какой план на 23-й, какие конкретно населенные пункты вы сделаете, скажете, что вот у нас, мы посмотрим, что там делается, не делается ваш населенный пункт. на 24-й год, скажем, какие планы, то есть вот конкретно на этом совещании, мы вопрос с освещением с вами, по освещению. Мы на свой счет все понесли. В Генске висел фонарь, он не работал. Значит, написали, попросили, чтобы приехали, сделали фонарь. Приехали, сняли фонарь и уехали. Все, нет фонаря. А там вопрос стоит в реестре или стоит? Там своими силами поставили? Вы там тоже понимаете? Нет, там общих сетей, все такое. Нет, там кто-то бывает сами ставит, он в реестре не ставит. Мы по всему первому сами себе поставили. Нет, это был не сами, сварили. А вы мне, скажите, семендяйки колодец сейчас работает? Сейчас же колодец работает, но там подхода нет. Да, подход. Вот ручка-то, вы знаете, где? Вот там вот, наверху. Вот старый человек, у нас там люди старые. Одним 87, другим 85. Невозможно. Они просто на встречу приходили и сказали, что там не работает. Я отправлял людей, чтобы там сделать. Они сделали, сделали. Сделали, да? Да. А подойти-то как? Подходы нет. Хорошо, я услышал. Газ. Газификация. Газификация Глебовского сейчас. Или газификация... Дальше куда? Дальше куда? Романка, Кошелева, все остальные населенные пункты. Вот где Малая, Большая Пальцин. Здесь давайте так, я вам отвечу официально, потому что за данный вопрос надо просто поговорить с газовщиками, какие годы выставлены и как именно идет машина. Ну вообще у меня есть ответ, что мы вошли в программу до 20... Это Голоперова. До Голоперова. До Голоперова. Вы вне населенного пункта. А у меня вопрос. Я не про себя, я про всех. А что касается других деревень? Гизкина, Романка там... До 25-го. До 25-го. У нас есть частные, их не подключают. Ну это Голоперова. А по Романке вообще нет? А по Романке вообще? Вообще нет сроков. Наши планов и сроков вообще нет. Ну я не знаю. Может быть они есть, но мы не знаем. Я вам сначала... Ну послушайте, а мы же... А где нам посмотреть хотя бы? Как нам узнать? Да. Может быть на сайте администрации? Вы мне вопросы передадите, я вам ответить. Хотя бы программу классификации. То есть какой населенный пункт хотя бы до каких годов продать? Нет названия, деревень, адреса. Ну адреса на доме вы сами должны все себе повесить. Ну да. Это уже важно. И кто такой вопрос задал? А название деревень у нас есть, все повороты по дороге поставят. Только с ошибками. Ну это не важно. Через ты, малый, большой, через ты написано. Это же второй вопрос. Это исключение. Есть такое. Ну методом догадывается. Нет, в документах написано и? И. Самое страшное, нет. Одна из нашей Елизаркина. Яндекс карты. Мы это все понимаем, какой это населенный пункт, самое главное. Не ошибемся. Он хотел провести газ. Это оказалось дорого. Никто не захотел. Мы здесь все спрашиваем. Если может быть где-то в Переславле заброшенный промзон или предприятие, то он бы готов его там возглавить, либо сделать этот газ и так далее. То есть вот такой вопрос. Если в Переславле, непонятно. В Переславле этот участок как они работают? Как они работают? Он хочет этот участок. У него там стоит газовый котел. Газ, а у него при этом нет. Он хочет другой участок, который в Переславле? Станция, наверное, станция, не котел. Он хочет газ, и вот он ему говорит, что я не могу там сделать, а газ не дают. Как вы выставили, как вы получите, газ и так далее, не надо про лесовозы ещё. Он что-то про лесовозы? У меня КФХ. Я могу... Скажи про наш... Я могу сказать про... Отбревают, я продавал заявление в администрацию на получение адреса. Они ответили, нет у вас причин для того, чтобы вам адрес дать. Не положат. Раньше они отвечали, что нельзя строить на земле КФХ. А когда стало можно, они изменили просто... На среду тоже на прием напиши, как раз я приглашу. У нас там национальный день уже будет. Ну нормально. На следующую среду, да, на прием. Так пора, получилось, но, наверное, это... Да, я очень хочу. Мне нужен здесь адрес. Через Надежду тогда я приглашу. Я приглашу. Потому что говорят, что Надежда придет, мы приезжаем к администрации. Все печально. Мы это... Управление муниципальной собственности я приглашу. Мы все карту разработаем. И Надежда за вам доверяется. Лена, дальше давай вопросы. Лена, вопросы дальше. А то мы будем долго-долго. Большое спасибо Дмитрию и Надежде за организацию этой встречи здесь. И она получилась, по-моему, конструктивной. То есть без базара вполне вы смогли обсудить нормально. Да, спасибо. Я хотел бы сказать, что мы вчера в нашем чате обсуждали, что вот сейчас вот 28-29 августа, ровно через год, после ваших успешных выборов, вы приедете к нам в гости. И мы все подтвердим, что все обещания выполнены, и жизнь изменилась к лучшему. Обещаем же. Обещаем. Не через год же, а в процессе год. В процессе будет выполняться, да. О вас мы слышали очень много хороших отзывов от жителей Вячеславля, от наших людей. Невозможно просто задыхаемся в пыли. В пыли, да, в пыли задыхаемся. Ну, это к вопросу дороги. Я в свою очередь обещаю вам поддержку на федеральном уровне федеральных СМИ. Вот мы с Юлей обсуждали этот вопрос, потому что по экологической тематике, если позитивные изменения будут, я с удовольствием прокомментирую и в российской газете, и на радио России. То есть здесь работайте, приглашайте, оценим, прокомментирую. С удовольствием. Я уже не раз это делал по Береставскому району и сделаю. Хорошо. Спасибо вам. Тогда будем на связи. Ой, а мне еще такой вопрос. Знаете, вот у нас роман. Здорово мы доведем до 20-го. Давайте. У нас такой наболевший вопрос. У нас был бор, очень хороший бор, в деревне Романка, в сторону Владимирской области. Это не только по Романке. Это касается вопроса лесовозов, лесорубов. Они, ну ладно, лес они пилят, рубят. Вы знаете, что они тут все оставляют? Это же кошмар. У нас был прекрасный живописный бор. Сейчас это натуральная помойка. Туда просто невозможно зайти. Мало того, что там валяются бутылки, трусы какие-то, башмаки. Там куча нарубленного вот этого мусора. В бор просто не зайти. У нас то же самое в районе Голубнино. Нет, нет, нету никакого восстановления. А дорога, да, есть. И дороги они все вообще просто вместе. Просто нету там числа. Если они зимой как-то ее чистили, ровняли, еще гусеницы ездили, то летом они вообще ни разу не грейдер не прошел. Вообще там... Управы никакой нету. Пишем, пишем тоже. Это же все актейские, что все опять законно, что все в рамках. В рамках... На 49 лет аренда леса мы официально здесь... Они сбрасывают, у нас зарастает малиной, как бы там не пройдет. Да, да, да. Да ладно там малиной, если корот из раз. Они должны по-хорошему вызывать так же дробилку, перемалывать, просыпать, чтобы... Да, да, там вообще не пройдет. Если была дорога, и какие-то тропинги, вот вообще не пролезть, не пройти. Там просто навалены гуры вот этого... Получается аренда 49 лет, и творящие уходят. Ну, вы что же, и как... Сергей, 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 позвоните на эту тему. Разрешайте... Разрешите, я за... Нет, я говорю, аренду сам же приедет. К вам приедет. Мы тоже пойдем, пожалуйста. Я могу прокатить туда. Вот, на срамарку. Ну, мы проедем, мы... В Искино мы доедем, посмотрим, что там... Мы только до Искино, мы дальше не проедем, Викимно, там невозможно. Там где-то парокатный... Давайте, давайте, давайте подытожим. Ага, давайте. Дмитрий, можно? Потом подает заявление в ШУС. Коллеги, давайте подытожим. То есть, встречание по МРСК мы планируем с вами на следующей неделе. Мусор я присылаю вам МКУ. Мы принимаем решение о переносе, да? С контрактами вы сейчас занимаетесь. То есть, непосредственно с Хартией. Я вам сказал, где находится адрес. Туда мы этот, как его. Муниципальный контроль приезжает к вам по Борщевику. По автотранспорту мы предоставляем вам ответ от МКУ. Мы подумаем, что можно сделать. С Владыкой я по церкви переговорю. Хорошо. Хорошо? Учего. А по поводу МРСК нам? Через надежду, да? Через надежду скажем, да, когда будет. Хорошо. Спасибо вам большое. Все, хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Я извиняюсь, извиняюсь. Я хотел бы еще пару слов Андрею Александровичу сказать. Нет, вот я как бы буквально очень коротко депутат Ярославской областной думы. На этой территории она для меня вот в округ вступает совсем скоро не было, да, поэтому все проблемы услышал. Много вещей, начиная с дороги, понимая, что это история, которая в том числе с помощью нашей работы областной. Борщевик тоже не буду давать многие вопросы, которые здесь я зафиксировал. Надеюсь, что совместно с администрацией сегодняшней мы все вопросы эти отработаем. Если что, тоже обращайтесь. Спасибо вам огромное, что вы нас посвящены. А это, бумажку с вопросами отдайте, пожалуйста, главе администрации. Нет, нет. А чтобы он где-то, почитал? А он больше не читал. Ну, вот на эту надежность. Есть такая? А мы там дописали.